Щелковские спортсмены на международной арене. В администрации района собралась наша гордость победителей, призёра спортивных соревнований европейского и международного уровня. Глава района Алексивалов в неформальной обстановке встретился с титулованными спортсменами и их тренерами. Каждый своим упорством и трудом добился успехов и мирового признания. Вы, конечно, честь, гордость, достоинство нашей страны. Вы представляете её на различных аренах и мы гордимся вами. Вы выходите на международную арену, выходите на внутрироссийскую арену и показываете, что в нашем Щелковском районе, в нашем Щелкове достаточно людей, которые упорны, достойны, мужественны, сильны и добиваются тех успехов, которые добились вы. Алексей Валов отметил наградами успехи щелковских спортсменов. Те рассказали о победах, завоёванных в этом году, увлечениях и предстоящей работе. Наталья Голицына – победитель чемпионата Европы по программе «Кумите», мастер спорта по всестилевому карате. Наталья благодарит своего наставника Руиса Деляторе Мануэля Анхеля. С ним спортсменка начала тренироваться в зрелом возрасте. Член сборной России Падзидуя Габуладзе в этом году выполнил данное себе обещание. В финале поборол Джабу Папинашвили и стал победителем первенства Европы в возрастной категории до 23 лет. Первенство Европы, которое я выиграл, дал мне очень большой скачок вперёд. Меня уже заметили главные тренера сборной России и дали мне шанс показать себя. Сейчас я поеду в Японию на большой шлем. Это, можно сказать, один из элитнейших турниров дзюдо. Яга с детства готовит к поединкам дядя Ройни и отец Джумбир Абуладзе. По возвращению со сборов тренировки проходят на базе нового фока на Дальнем Воронке. Гордость Подмосковья по шашкам ученик 12-й школы Щёлкова Ивана Ильясов. Только представьте, в 13 лет он 11-кратный победитель первенства мира, 4-кратный победитель первенства Европы. Этот год принёс Ивану золото в международных шашках на первенстве мира. К блестящему результату парень шёл более трёх лет. В перерывах между тренировками играет футбол, болеет за московский «Спартак». Вот на сколько ходов ты просчитываешь? 15. 25 ходов? Щёлковский район подготовил для сборной России четырёх перспективных шашистов лучший результат по области. Мы можем на тренировках играть, в соревнованиях, участвовать в турнире со всем миром. То есть как бы у нас прогресс идёт. Футболист Илья Фёдоров и Данила Карпюк – выпускники Щёлковской спортшколы. За 3-4 года упорных занятий попали в команду мастеров, а потом в юношескую сборную России. В октябре на Олимпийских играх наши завоевали серебряные медали, уступив в финале бразильцам. С Ираном получился очень тяжёлый матч. Первый тайм мы бились, бились. Не получилось забить ни нам, ни им. Во втором тайме мы первое пропустили. Нужно было не опустить руки. И мы с Данилом хорошо друг друга понимаем. Данила Карпюк – автор ярких голов, игрок подмосковного «Динамо». Мастерству его обучают тренеры по мини-футболу Щёлковской спортивной школы Аршака Сатурян и Руслан Азизов. Есть в Щёлковском районе свои спортсмены, которые соревнуются на лыжероллерах. Новый вид спорта набирает в мире всё большую популярность. Благодаря Александру Григорьеву в этом году Россия – победитель и призёр третьего Кубка мира в Хантамансийске. Александр находится на сборах, поэтому о победах 18-летнего лыжника рассказал его наставник Валерий Сергеев. Заслуженный тренер Московской области на лыжной базе в Щёлково создал условия для занятий 200 детей. Он прошёл все этапы Кубка мира по Венёву. Был вторым, третьим. Хантамансийский фурор, конечно, все горки выиграл. Свои профессиональные успехи спортсмены связывают со Щёлковским районом. У нас работают современные спорткомплексы, где проводятся домашние тренировки. Упорство и самодача на грани человеческих возможностей и личный вклад наших тренеров, о которых говорили на встрече, дают всем надежду на новые результаты. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково». Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».